Друзья, всем привет! Приветствую, друзья! Добро пожаловать на наш сериал. Мы продолжаем распаковывать потерянные посылки. Сегодня у нас 20 посылочек, и они по 6 долларов. Но они должны были продаваться по 7 долларов. В честь праздника 4 июля, День независимости, была какая-то там скидка у них очередная. Вот, и мы накупили множество коробочек, все огромные, все красивые. И будем надеяться, что нам сегодня крупно повезет. Начнем с малюсенькой. Начнем с малюсенькой. Как мы уже поняли, что в маленьких посылках бывают товары намного более дорогие, ценные, чем в больших. Это наш опыт на случай. Тяжелые. Да, и будем надеяться, что что-нибудь интересное. Так, какие-то провода. Какие-то удлинители какие-то. Ага, окей, это какие-то удлинители. А для чего? Я в этом ничего не понимаю. Ну, длина, судя по всему, здесь огромная. Здесь четыре очень длинных провода. И вот здесь есть еще вот такая штука с какими-то переходниками или соединителями. Так, давай мы сфоткаем, и, может быть, нам Гугл подскажет, для чего эти соединения. Возможно, это какие-нибудь колонки во всем доме. Знаешь, когда бывают колонки устанавливать или какое-то особое телевидение там проводки. Ну да, судя по длине проводов, это на весь дом хватит. Ну что, мы нашли на сайте ebay, это где с рук продают все. И здесь обычно цены ниже, чем в магазинах. И вот за один вот такой вот моточек, он 100 фит, скорее всего, да? Да, если не больше. Просят на ebay 29 долларов. И это действительно провод для security камеры, как их... А, для камер слежения. Да, и плюс здесь для любого видео, видеозаписи по дому, то есть, протягивать их. Но это дорого стоит, видишь, один почти 30 долларов, а у нас их 4, да? А, ну тут сейчас идет соединение. Ну да. Получается, что этот набор 120 долларов стоит. Давай попытаемся продать его? Да, попробуем продать. Потому что я думаю, что на это можно неплохо заработать. Запишем как 120, да? Угу. Неплохое начало, дорогостоящее довольно-таки. Так, ну вот это, скорее всего, коврик. Взяла его, понравилась упаковка. Думаю, давай посмотрим, что там. Коврики у нас уже есть, но не помешают такие коврики, которые можно, в общем-то, поменять. Иногда хочется поменять обстановку. Так, какой-то розовенький он, да, получается? Ой, вообще-то никак. О, он большой. Он огромный. Он огромный, слушай, какой классный. Я что-то даже не обратила внимания. Так, это на целую ванную, да? Ого. Ну что, мы бросили на пол. Он огромный, такой мягкий, такой приятный. Он, правда, у него вот такая полосочка есть, затертости. Видимо, его открывали там и просто испачкался. Надо будет его постирать. Слушай, я его хочу оставить у нас. Я думаю, что мы найдем ему применение дома. Даже если просто в ваннах каких-нибудь менять периодически коврики. Такой в магазине сейчас пойдешь, долларов 35 будет стоить. Да какой-то, да ты что, 35, половинка его стоит. В колсе такой долларов 100 будет стоить. Я больше чем уверена, что ему минимум 50 на Амазоне. Размер нестандартный, большой, а эти коврики дорого стоят. По-моему же он классный, он такой мягкий. Знаете, вот на него наступать одно удовольствие. Каждая вот эта вот ворсинка крупная, я не знаю, она такая приятная. Посмотрите, какой он. И он не скользит, видишь? Она вот эта какая-то. Она как будто мелкими резиновыми нитками прошита, да. Мне пришлось ввести с тега название этого коврика на Амазоне. Он мне выдал. Вот здесь, правда, он показан меньше, намного размером. Но размер точно такой, как у нас. 24 на 72 и стоит он 46 долларов. На Амазоне. Но я, как говорила, на Амазоне он и так будет долларов 50 стоить. А в Колсе такой все 100 будет стоить. Коврик классный. Так, давай крупненькое что-нибудь, да? Чуть большое. Да, это что-то написано, какой-то органайзер, что ли. Ну, мы не знаем, что такое на самом деле там. Коробочки тоже хватали быстро. Сколько людей было, когда мы покупали это. Мы стояли в очереди. Длину очереди, даже не описать словами, да? Мы зашли, наверное, минут через 10 только, да? Столько времени заходила очередь перед нами. Ну и, конечно, надо было все это хватать. Крупные красивые коробочки. Так, слушай, давно у меня, давно, папульчик, давно у меня руки чешутся, что-то подобное купить. Так, здесь какая-то куча всяких органайзеров. Я думала, что это будет резиновое, пластиковое что-то. Это классное. Вот этот вот органайзер в гардеробную. Мне это нужно. Я поняла, я только недавно тебе говорила. Так как у нас нет мебели в спальне, у нас нет дрессера, нет там какого-то там шкафчика. Есть большие, есть поменьше. Пока вот это буду использовать. Потом, когда купим, посмотрим. Так ты же хочешь, чтобы спальня была просторной. Да, я сейчас просто наслаждаюсь пустой спальней, пустыми стенами голыми. И никак мне это не надоест пока. А вот это можно будет в гардеробную поставить и различные мелкие всякие там носки. И не только складывать. Это вот, наверное, на что-то вешалки. А, наверное, на трубу, да? Вот труба, где у нас вешалки висит. Ну что, нормально. Пожалуйста. Неплохая штука. По крайней мере, для нас она сейчас полезная. Актуальная. Актуальная. У нас мебели не хватает. И для того, чтобы организовать вещи, срочно что-то нужно. Хорошо штука, кстати. Да, и хорошо, что она, знаешь, не железная или не пластиковая, такая вот, как собирается коробочками, а вот такая вот мягкая, приятная, тканевая. Давай вот по этой картинке найдем, сколько это стоит. Я нашла прям точно такого же бренда. Их в поиске было много, но они все другого этого производителя. Ну как, производитель, наверное, один тоже бренд, другой. Короче, стоит 58 долларов. А, окей, это получается, они внутрь задвигаются, как шкафчик. И вешается, действительно, это на трубу. Так, вот видишь, вот так. Труба, на которой вешаются вешалки обычно. Плюс 58 долларов. 58? Да. Я думаю, меньше будет стоить. Ну что, пока наша распаковочка проходит неплохо. Неплохое начало. Красивая коробка. Ну, здесь все срезано, здесь невозможно увидеть, что там. Так. Ты знаешь, что это такое? Нет. Это флейта. Здесь написано флейта. Папульчик. А ты на что учился? На нее? Смотри. Папульчик, с небес. Ты же на флейте учился играть. Я учился. Играть на нервах. Слушай, Папульчик, давай-ка сейчас выступать будешь. Я надеюсь, что здесь действительно флейта. Подарок с небес. Ты понимаешь, о чем это говорит? У нас сейчас Никита выбирает музыкальный инструмент. Это флейта, мамочки. Это настоящая флейта, да? О, какая она модная. Неплохо мы хапнули. Может быть, действительно, Никите, это как раз будет выбор, чем заниматься. А, вот почему не играй. Ну что, исполнишь нам что-нибудь? Ты думаешь, я помню? Я с 15 лет флейты в руки не брал. Ну, мне кажется, это невозможно забыть. Так же, как и на велосипеде ездить. Слушай, ну это очень дорогостоящий предмет, я тебе должен сказать. Серьезно? Что, долларов 100 стоит? Долларов 250 мини. Да ладно. Я тебе точно говорю. Так, это другая его страна. И ее сторона. А вот основная. И чехол еще такой классный, да? Чехол великолепный. Вообще. И замочек. То есть и ручка есть, да? Но большой нет ручки. Так, нужно носить. А, это вот этой тряпочкой внутри протирать. Ага. Такого мы еще не находили, да? Не думали, не гадали. Хапнули вот эту коробочку. Лежит вроде маленькая, да? Офигеть, какая она приятная. Ребята, мы сроду лайки не просим, но вы должны по пучку поставить. Поставьте лайки, ставьте, ставьте. Попробуй, возьми ее в руки, какая она классная. Но она хорошая? Да, я в этом ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Ну как, ты играл? Сколько ты ходил в музыкальную школу? Ну что, Google нам предлагал очень много именно такого цвета, но другого бренда. Мне пришлось вводить название, вот это, на Амазоне. Он мне предложил точно такой набор, только цвет другой, серебристый. Хотя вот здесь, мне кажется, можно найти... Вот она, да? А, но ее сейчас нету в наличии, поэтому будем ориентироваться вот на эту. На беленькую, на серебристую. Стоит она 130 долларов. Ну тоже дорого. Почти 2300 отзывов и почти все пятизвездные, да? Ты сказал, что здесь еще что-то нашел, да, внутри? Тут вот в этом карманчике есть какие-то перчатки, еще одна тряпочка дополнительная, есть ремень. А, вот о чем я и говорила, чтобы через плечо носить. Допустим, если Никита будет заниматься, можно будет через плечо носить. Если детей никто не захочет заниматься, я думаю, что мы с легкостью продадим этот музыкальный инструмент. Не по полной цене, но чуть-чуть, чуть-чуть дешевле. Слушай, ну и каждый инструмент к нам еще не попадались. Да, я думаю, что это мы с легкостью здесь продадим, потому что в нашей эре очень много детей занимается музыкой. Да, поэтому это жирный плюс, 130 долларов записываем. И, скорее всего, мы если продадим, то примерно за те же деньги, потому что это новый музыкальный инструмент. Распаковка мне все больше и больше нравится. Плюс 130 долларов. Это очень важен. Это вообще-то очень приятный сюрприз. Одна вот эта вот распаковочка, одна флейта, а купила всю нашу распаковку. Все остальное нам бесплатно достается. Ты даже дашь чего-то другого. Да. Так, еда какая-то, да, я уже вижу. Это какой-то снег. В принципе, мы такой раньше часто покупали. Но в смысле не этого же бренда, а во смысле все то же самое. Главное нам дату найти годности. Так, наверное, вот тут. До 12 декабря 2022 года, еще полгода. То есть, получается, что все это свежее. Фруктовая начинка. Снэк, короче, с сухофруктами внутри. Получается с фигой, да? 10 грамм, холл грейн. Цельнозерновая там уже, да? Очень даже ничего я прочла. Слушай, неплохо, да? Я думаю, что в Костке мы вот такую упаковочку купили долларов бы за 5. Ну, в смысле, вот это все долларов за 15. Но в Костке дешево всегда. Поэтому я даю 1,10. А одна будет долларов 15 стоить? Не, ну, давай, ладно, сейчас проверим, что гадать. Ну что, на Амазоне 12 штук. Здесь же 12, да? Вроде 12, да. Стоит 5,72. У других производителей, в смысле, у других продавцов я видела по 10 долларов, действительно, за штуку. Поэтому 64, 24, 25 давай напишем. И плюс, естественно, мы это будем кушать. Цельнозерновая и сухофрукты внутри. Ну что, все остальные коробочки такие. Или крупные, или относительно крупные. Поэтому... Так, здесь написано сет. Значит, здесь несколько. Чего-то, да? Слушай, девственная коробочка, нет? Да, похоже. Я тоже обратил внимание, что... Так... ...за парковок. Что это? Какое? Так, ну это протектор. Вот это находка. Это для стримов. Для стримов микрофон, да? Я же тебе говорил, надо стримить, мамунчик. Вовка, от меня требует стримить, а мне все не до этого. От меня тоже требует, мне же пишут. Слушай. Блин, скорее всего, долларов стоит. Получается, это микрофон, это протектор, чтобы слюни не летели. Особо не плюемся, когда разговариваем, но только иначе. Иногда наводят. Аж слюни летят. Это для микрофона стойка. Да. Но это если один стримит, Вов. Это, скорее всего, знаешь, кто и в игре еще играет, вот как Коля. У него наподобие есть микрофон. Слушай, ну нам, как блогерам, это, в принципе, пригодится. И вставлял. Ну что-то наподобие, помнишь, как это находили, только был не комплект. Это было все в одной коробке. Да, мы нашли только вот это. Да. И часть микрофона. Ну, сам микрофон, без проводов, без ничего. Слушай, что-то у нас сегодня какая-то прям распаковочка. Глянь, прошлая распаковка, нам хлам полный достался, да? В этот раз неожиданно, неожиданно. Я никак не ожидала микрофона в нашей распаковке. Ну, прошлая распаковка, ее можно было вообще назвать разочарование. А это очарование сплошное пока. Ну, давай выясним, сколько это стоит. Даже если это будет 70 долларов набор стоить, это уже неплохо. Ну что, я нашла пока что один только вот такой микрофон именно вот этого бренда и ввела именно вот эту модель. Потому что есть еще другая, она дороже долларов на 40. Мамочка, слушай, я только что понял, что это. Это четыре отдельных хайпема. Да, да, это четыре отдельных хайпема. Это просто кто-то их заказал, как в сумку накидал и одним ордером заказал. А так это четыре. Потому что они разного бренда. Все вот это разного бренда. Вот это один бренда, это другой, это третий. Короче, сколько стоит один микрофон вот такой? На Амазоне стоит он 79 долларов, а подороже модель стоит 120 долларов. Это один микрофон? Один микрофон 80 долларов. Плюс вот это, я даже не хочу искать. Давай мы накинем на все вот на это еще долларов 30. 110 запишем? Да, 110 запишем. Ну, я думаю, что, скорее всего, возможно, даже подороже вот этого будет. Наверное, одна долларов 20 стоит. Ну, тут написано, что это для стриминга и для подкаста. Так, ну что? Глянь, еще одна дорогостоящая. Флейта, микрофон. Ну, вообще. Что ж тогда вот в этой куче коробок тогда? Мне прям даже очень интересно. Раз мы открыли небольшие, можно сказать, маленькие коробочки. Посмотрите, какая красота. Так, здесь какие-то пластиковые штучки. Это в холодильник органайзер, папульчик. Это крутая штука. Это, знаешь, как вот, допустим, сюда складывать там сыры, там, можно сюда яйца сложить, какие-то фрукты. Это хорошая штука для организации, тем более с нашими детьми. Ты знаешь, да, они взяли, а потом поставили с краешку, а бы как. И у нас получается через... Вот я прибираюсь в холодильник, и через двое суток уже беспорядков. А вот это поможет сохранить порядок. Я не знаю, сколько он стоит, сколько бы он ни стоил, это крутая находка. Так, очень сложно было найти именно такие. Нашла приблизительно то же самое на Амазоне. И за одну штуку 6.30. За одну. 16.30. 16 за одну? Да, это папульчик. Это именно для холодильника. И это, видишь, они друг друга вставляются. Это на самом деле не дешево стоит. Я так и думаю, что долларов 50. Да, ну, давай доллар в 60 запишем. Я не знаю, потому что это чуть-чуть другая. Возможно, это размер другой. Слушай, а давай насчет размеров поищем. Возможно, это большая. Короче, мы замучились тут выбирать размеры. Никак не можем подобрать именно такой. Ну вот, они в районе 12.63 поменьше стоят. Давай по десятке. По десятке, да. 60 долларов. Я думаю, что десятку точно один стоит. И этой находочке я еще больше даже рада, чем остальные. Потому что наконец-то у меня будет организовать. Больше, чем в флейте. Это я, по крайней мере, еду организую. А на флейте я буду играть вместо еды. Скажу, идите-ка вместо еды. Сегодня будете слушать меня. Представляешь, что... Мы с удовольствием сядем вот здесь. И ржать будете. Поставим свет на тебя. Я представляю, что мне Коля скажет. Так, ну что, следующее. Что-то коробка такая вся покоцанная, повырезанная. Открывалась несколько раз. Да, и когда и успели. Мы практически все коробки сразу нашли. Хотя нет. Но потом еще... Фреймы, что ли? Рамки? Если органайзер какие-нибудь полочки, классно. Потому что любой органайзер в полочку мне нравится. Ну, это что-то собирать. Я уже вижу, что это что-то собирать. Ну, давай посмотрим. Может быть, очередной органайзер в клозет? А, я уже вижу, да. Это пластиковый органайзер. Здесь инструкция есть, вся новенькая. Картиночка есть какая-нибудь? Ой, как пахнет хорошо. Ароматизированная, что ли? Слушайте. Как выяснилось, что это для обуви. Оказывается, коробки для хранения обуви. То есть, мы вот так... Мы даже до конца не собрали одну. Там что-то над сеней крепить. Вот так это будет выглядеть. Воздух будет заходить. И хранить обувь. Мы, скорее всего, это а-ля улю, да? Да, я думаю, что у нас нет какой-то там дорогой обуви, которую надо там отдельно друг от друга хранить. Поэтому я думаю, что мы пытаемся это продать. А если не продадим, то сдадим в кутфилл. Давай хоть выясним, сколько это стоит, такая штуковина пластиковая. Ну что, прям точно такой наборчик мы нашли на Амазоне. И по размерам, и... Но здесь только вентиляция другая. Вот эти вот сзади, там, позади дырочки. Не вот такие, а... Короче, такой набор стоит 98. Долларов из шести штук, где у нас девять. Да. Ну что, попытаемся продать. Может быть, кто-то захочет купить у нас нормально. Пока что ни одного минуса. Радует. Пока что все находки такие ценные, дорогостоящие. Самый дешевый, наверное, коврик у нас был, да? А, не, еда. Вот где-то еда дешевле. Ага, так, это тоже опять сет из чего-то, да? Лампа, что ли? Ага, это лампа. Слушай, ну мне кажется, что это что-то красивое. Мне кажется, что недавно смотрела какой-то дом, еще дом для съемок какой-нибудь интересный. И увидела очень красивый ламп. Мне кажется, что это наподобие. Я еще подумала, вот бы нам такую вот здесь поменять набор. Красивая. Она постель не наша. Да, постель она не наша. И собирать ее какой смысл, да? Нет, собирать ее точно не будет. Короче, выглядит она вот так. Мы можем найти ее название и сфотографировать. Вот такая вот лампа. Вот как подсвечник будет выглядеть. Такие, как будто здесь свечи стоят. Это пойдет в наш набор ламп. И возможно, возможно, мы будем дома здесь все переделывать. И возможно, будем ее использовать. Мне очень нравится, как она будет выглядеть. Я могу себе представить, вообразить, как это будет красиво. Так, она, значит, крепится вот в это. Сюда вешается зэп. Классная. Зэп вешается уже вот эта штука. И она так распределяется. Я думаю, что это дорогущая лампа. Нашла точно такую лампу в магазине Home Depot. Но только серебристую опять. Вела все данные из коробки. Здесь только никелевая она получается. А у нас металл. Черный металл, да, какой-то покрытый. И стоит 200 долларов такая. Посмотрите, как она красиво выглядит. Вставляются здесь такие маленькие лампочки. В форме как сливы, или как там сказать. Вот так она будет выглядеть. Только у нас черная. И черная нам, наверное, не так хорошо подошла бы, как вот такая, да? Слушай, ну вообще классная находка. 200 долларов. Она однозначно у нас идет в лампы. И потом, когда мы будем уже окончательно заниматься оформлением дома, мы будем ее иметь в виду. Может быть, подберем вот сюда наподобие что-то и повесим. Продавать пока мы ее не будем. Пусть лежит и ждет своего череда. Час. Часа, да. 200 долларов, представляете, люстра. Так, мы все время называем лампу, потому что в Америке все это все называют лампу. Вообще, это люстра, и ее название на английском языке я произносить не буду, потому что это будет выглядеть неприлично. Ты можешь произнести люстра по-английски? Это сложно. Только певица Сия может произнести. У нее есть шанделье. 120, 130, 110, 200, 99. Если мы так будем продолжать, мы перепрыгнем сегодня свой рекорд. Кирпичи, да. Кирпичи, да. Кирпичи, да. И тут написано что-то кубик. Кубик, кубик. Что-то, видимо, деревянное или... Наскорее всего, да, деревянное. Кьюби-кьюби называется что-то. Упаковка новая абсолютно, да? Никем никогда не открывалась. Я не знаю, может быть, ее только там в этом магазине. Не-не-не, черная, черная абсолютно, не надорванная, не надрезанная нигде. Не было. Это абсолютно новая упаковка. И мы первые увидим что там. Слушай, мебель, что ли, какая-то? Да, наверное, полка какая-то. У нас мебели мало. Пока у нас мало мебели, мы любой полочке будем рады, а потом как-то от нее избавимся. Осторожно, не дерись. Так, но это надо собирать. А-а-а, это энд тейбл. Два, что ли? Это, короче, столики, которые ставятся возле диванов. На них ставятся лампы. И используются для комфорта. Мамонечка, ну это будет процесс долгий собирать. Так, давай мы так, а как мы тогда цену определим? Давай хоть один соберем, или это все-таки один есть? А ты что можешь сфотографировать? Давай пойдем попробуем понять, хотя бы здесь два или один. Один. Один, да? Так, ну так как мы не собирали, нам очень сложно найти. Я вот это сфотографировала, название ввела этого бренда. Нашла вот какое-то наподобие что-то, да? Ну, а чуть-чуть и есть. У него USB эта штучка там будет. Да, 60 долларов стоит такой столик. И пока у нас недостаточно мебели. А, слушай, возможно, даже на верхний этаж Family Room, рядом с моим креслом, где я работаю, можно будет поставить там что-нибудь, поставить кружку, что-то такое. Вот, поэтому у нас на верхний этаж пойдет Family Room, да? Мы соберем сейчас чуть-чуть, попробуем. В конце видео, ребят, мы соберем, вам покажем. Вы увидите, как это будет выглядеть. Остались такие это смачные жирненькие коровочки, да? Так, то, что здесь мы знаем, ну или догадываемся. Ну, в смысле, ну, как что-то постельное или ковер. Хотя вот написано уже, да, одеяло. Взяла жирненькую, как же без пухленькой коробочки распаковка неинтересная. Я всегда стараюсь брать одну пухленькую коробочку. Слушай, что-то красивое, да? Это у нас мало, да? Ну, посмотри, какая красота уже торчит. Может быть, Лиза в комнату пойдет, смотри, какой размер. Это набор. Это набор. Постельное белье, одеяло, еще что-то, да? Юбка, наверное. Может быть, сейчас посмотрим. Ой, Лиза в комнату, посмотри. Какая прелесть. У нее розоватое все. А если это будет фиолетовыми, с бабочками разбавлено, какой размер? Фулл сайз, да? Это квин. Да? А фулл и квин, они, в принципе... Тут два метра. Давай их мы развернем. С одной стороны фиолетовый, а с другой... А, подушки какие-то европейские, в смысле, наверное, надо, да? Вот, пожалуйста. Ну, это декоративные чисто подушки. Может, даже Соне еще предложим. Так, а здесь постельное белье похоже. Да ты что! Это вот. Юбка. Это юбка. Это юбка. Но нам юбка не нужна по той простой причине, что у нас вот эти красивые, да. И у Сони, если кто из них возьмет. А это? А это постельное белье. Да ты что! Да. Это вот две наволочки. Слушай, ты представляешь, сколько это стоит? Ты представляешь, сколько стоит этот набор? Да, это квин размер, потому что две наволочки фул. Размер фул это полуторка, квин это двуспалка. Это простыня. Ой, какая прелесть! Ткань такая классная. Переливается аж вся. А это на матрасник. Ну, чисто обычное американское постельное белье. Слушай, огромное, да? Малюсенькое такое, в летнее время. Ну, найти будет сложно. Давай попробуем по одеялу. Нашла точно такой набор. Магазин какой-то называется, МИК. И набор, состоящий из трех частей только. Это одеяло и две наволочки. И одеяло и две наволочки стоят 105 долларов. Оригинальная цена продается за 80. У нас еще юбка и еще набор постельного белья. То есть, я думаю, что 150 нужно смело дать этому набору. Набор вообще обалденный. Ну что, открываем очередное сокровище. Или сейчас накаркаю. Какой-нибудь налад. А, слушай, чукол там торчит мохнатая. Сомневаюсь, что это будет что-то. Когда же они там успели распаковать все это? Потому что мы были в первый день, когда только... Опять ковер какой-то такой, да? Слушай, у нас уже этих ковров. Такой мы уже голубой. Да, это именно такой ковер. Слушай, ну это серый. И этот, возможно, если он будет прилично выглядеть, мы в спортзал пока положим. Возможно. Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть. А, он кругленький? А, кругленький. Это уже другое дело. Это уже другой разговор. Смотри, как классно смотрится коврик. Я не знаю пока еще, что мы с ним будем делать. Продавать или себе оставлять. Ну, классно. Мне нравится. Прикольно. То, что он круглый. И выглядит неплохо. Он сейчас выпрямится. Да, и вот тут он, мне кажется, так неплохо смотрится. Такой вот ковер. Пять фиджей, правильно, да? Вот этот ковер. На Амазоне мы нашли. Стоит 54 доллара. Ну да, и вот такая примерно и есть цена. Пока я еще не знаю, что мы будем с ним делать. Пока оставляем. Если никуда не пристроим, то продадим. Так, следующая коробочка. Ой, тоже, мне кажется, слушай, не распечатанная никогда. Распечатанная, да? У нее вот этот зеленый тейп и зеленый разрезанный. А, да, распечатанный. Да. Лампа, да? Набор кто? Лампа, да? У нас, по-моему, что-то подобное. У нас была, знаешь, какая-то из веревок еще какие-то апплетена. Но тут тоже симпатичная лампа, папочек. Светильник. Люстра. Она очень незамысловатая. Я думаю, что она стоит прилично. Я думаю, что долларов 70 точно стоит. Потому что прикольная. Идет наш набор ламп на продажу. Вот так вот крепится. Мы пока собираем все лампы, потом посмотрим, что у себя будем использовать, когда будем оформлять окончательно дом. И все, что нам не нужно, мы продадим. Ничего себе, ты шуман. 202,5 доллара. За что? Она крепится, видишь, к самому потолку. У нее нет провода, да? Ага. Вот так этот светильник, люстра смотрится на потолке. Но она стильная. Тяжелая. Она очень тяжелая. 202 доллара. Да. Я специально поискала еще на других сайтах. Но потому что я не верю, что 200 долларов это может люстра стоить. И вот нашла на другом за 200 долларов. Представляете, она реально 200 долларов стоит. Дальше. У нас еще 7 коробок. Слушайте. У нас уже на тысячу. У нас уже больше. Да. У нас там уже два предмета по 200 долларов. У нас такой дорогостоящей распаковки ни разу не было, да? Похоже, что нет. Так. Банки, склянки, кастрюли, да? Ну, это какая-то прям мощная. Слушай, я поняла, что это. Я поняла. Это... Как же ее? Для запекания. Ну, типа, да. Да. Да, мамочек, это крутая штука. Классная. А я, главное, давно в Коста присматривала, посматривала на такую и думала, надо купить. Только мне непонятно, это для выпекания в этой духовке или это... Это можно... Не, наверное, это керамическое, это нельзя на плите. Это для запекания, допустим, жаркова в духовке. Так, как это дети у нас называют? Зайчий суп делают, да? Зайчий суп делают. Жарковой почему-то они называют зайчий суп. Так, ладно, давай посмотрим, сколько это стоит. Я думаю, что это долларов 40 стоит. И, естественно, естественно, нам это нужно в хозяйстве. Друзья, ради прикола, мне все время предлагает Google вместо вот этой, вот такого бренда, Le Creast какой-то. И она стоит, смотрите, 34 сантиметра, как 34 здесь, меньше 610 долларов, 18 250, вот 350 скорее всего. А, 24, наверное, да? 375 долларов. Но мы будем искать это, такая, какая у нас есть. Мы набрали то, что у нас здесь написано, вот это вот название. Вот она, да? Только синего цвета. И написано, что даже хлеб здесь можно выпекать, видишь? 49 долларов стоит, вот она, черника такая, как у нас. 50 баксов. Это классная, идет к нам на кухню. Так, осталось 6 коробок. Как 6? 5. Ну как? А, да, 6. Еще очень много богатств мы сегодня откроем. Ну, тут какие-то, я сейчас передвигал, там какая-то такая тяжелая одна есть. Мне кажется, они все тяжелые, потому что я их укладывала. Слушай, здесь только наклей колс, возврат, наверное, да? Если с колсу, то это что-то... Опять лампа, да, светильник? Ну, давай посмотрим, хоть какой светильник или люстра, что-то. Я тебе сейчас покажу. Не, ну, на все равно надо достать ее. Да? Да, конечно. Ну что, мы даже зрителям не покажем, что им же интересно. И мне интересно, какая она. Будем ли мы ее куда-то иметь в виду. Так. Ну, эта шелуха не такая, да? Которая сильно... Ух ты! Это похоже на уличный фонарь, да? Он будет вот так. Это все-таки на улице, да? Угу. И здесь нужна палка какая-то будет, да? Нет, он на стену крепится. Знаешь, столбики из кирпича делают такие вот тумбочки. А-а-а. Сверху ставится лампа. Вот это она. Ну, мы, значит, будем это продавать. Мы, естественно, это делать все не будем. Я думаю, что вот это дорогое. Я тоже думаю, что это дорого. Сто минимум стоит. Я нашла того же бренда наподобие. Тоже вот эта верхняя часть. Она очень похожа, смотрите. Тоже из металла сделана. Такое сюда оборотненькое. Так, а здесь стекло, да? Мне кажется, это вообще какой-то... Ну, слушай, попробуй какой металл. Чугун какой-то. Он хороший. Как чугун. И тяжелое. Вот. И здесь еще, да, стекло есть вот тут. Так же будет вставляться. Он немножко формы другой. Это фонарь. Тот же бренд. И стоит 200 долларов. Это действительно на улице. И лампочки, опять же, нету. Да. Лампочку покупать. И если лампочку покупать вот такую, которая здесь на картинке, она еще дополнительно долларов 15 стоит. Здесь видишь стекло, как это, пятнышко, как будто бы дождиком покрыто. Здесь не видно, да? У нас такое же. Сейчас покажу. Так, его тяжело вытаскивать. Давай просто я внутрь загляну. Да, мы можем его порвать, поломать просто. Смотрите, оно действительно такое, как будто бы в капельках дождя. Имитация такая сделана. Слушай, 200 долларов фонарь. Что-то у нас сегодня все это по 100 по 200 долларов распаковка. У нас уже третий айтем какой-нибудь за 200 долларов. Мы пытаемся это продать, потому что это дорогая штука. И вот это как будто из чугуна сделано, но очень тяжелая и такая, знаете, как шершавый металл какой-то. Мне прям уже очень интересно, что еще в этих коробках нам попадет. Сегодня прям такое разнообразие. Компьютер, да? 100%. Да ладно? По 2000. Не, я думаю, что они там как-то отсеивают в этих магазинах. Типа рентгена какого-то, скорее всего, пропускают. И компьютер они нам не дадут. Я думаю, что это все равно компьютер, мама. Да ладно, не может быть. Паковка компьютерная. Да нет, скорее всего, рамки какие-нибудь. В лучшем случае какая-нибудь электронная. Не могу достать. Давай подержать. Не может быть, я не верю, что это компьютер. Компьютер, мам. Да нет. О, слушай, это для душа, да? Для крана. Я думаю, что это для ванной. Смотри, душ? А, это кран или душ? Я думаю, это... У нас, помнишь, какой-то крутой фэнси тогда кран попадался нам? Да. Для ванной. Мы, кстати, тоже их собираем. Мы еще не знаем, что мы у себя будем делать. Вот это для душа. Для душа. А вот это... Слушай, вот насадка для душа. Вов, папульчик, смотри. Да. Модная, блин, как классная. А нижняя ванная. Мы помнишь, мы когда-то с Татьяной снимали. В дорогом доме. И вот такое все было. И насмеялись, да, еще. Это обычный кран, да? Над раковиной. А вот это для... Не, это ванную, ванную кран. Это ванную, в саму, в таз большой этот. Слушай, а может быть, мы в нижнюю, в гостевой вот это поставим в ванную? Вот это не отсюда. Не подойдет, да? А что, нельзя никакие переходники, ничего никак сделать, да? Так, а что здесь еще есть? Это можно было бы все установить, но когда все это было на стадии развития постройки дома. Так, это для душа, куда вставлять? Это для душа, да. То есть это набор для ванной комнаты. И я думаю, что это дорогой набор. А это этот вентиль, да, поднимать. Слушай, я уверен, что это дорогой набор. Это дорогой набор, да. Так, но мы его все равно положим у себя, пока еще не знаю, что мы будем делать. Или продадим, или себе оставим, может быть, что-то придумаем. Я нашла этот набор, только здесь не хватает одной детали. Вот какая-то вот такая еще есть квадратная штука. Полочка какая-то, да? Да, это в магазине, где продается вот эта фурнитура, или как ее называют. Вот, и точно такое же название. Точно такой же набор, только без вот этой штуковины сверху, видишь? Так, а с нее вода льется, да? Да, и стоит это 350 долларов, а режим прайс 480. Так, я нашла, смотри, набор, только бренд, не тот, который самый дорогой, а попроще бренд. Но выглядит все точно так же. В Ловсе это магазин, где все для дома продается. Мы часто там покупки делаем. Похож, да? Да, но здесь не весь набор, как вот этот. Здесь меньше. Да, здесь меньше, потому что здесь еще детали есть какие-то. Вот, смотрите. Вот, и стоит это... Так, где эту цену, видела-то? Там, наверху. А, вот, стоит 204 доллара. Ну, я думаю, что надо где-то 250 записывать. Потому что здесь меньше, чем в первом том, что я нашла, но больше, чем у второго. Качество однозначно, ребята, вы не представляете, какое классное, такое приятное. Я бы вспомнил тот дом, который мы с Татьяной снимали, где вот это все было модненько, такое крутое. Слушай, ну что у нас сегодня за распаковка? Мы же... Это вообще... Слажной клад. Надо Никите сказать. Телефон тебе. Раньше такие были, а я... Так, все, это идет у нас... Тоже мы собираем вот эти штуковины. Ты думаешь, не подойдет к нам, да? Никак нельзя там поменять. Внешнюю ванну было бы как-то. Надо, чтобы стены были открыты, чтобы все это устанавливать. Как ты вот это внутрь устанавливаешь? Ладно, ладно. Ну что, какой еще клад нам попадется сегодня? А, может, тут самая тяжелая. Мебель опять какая-то, наверное, да? Что-то беленькое. Что-то полочки. Полочки. Слушай, глянь, какое все покоцанное. Я покоцанное. Ну, глянь, посмотри, все потертое. Слушай, ты лампа что ли какая-то? Это похоже на лампу. Да, это похоже на вот такая лампа. Полочка. Ну, выглядит, конечно, прикольно, но... Вот, смотри. Уже видно, что вот это самый верх. Ага. Или же самый низ. Да кто его знает? Нет, судя по всему, что здесь вот это, значит, это верхняя часть. Ну, посмотри, он там на ту картинку, там понятно будет, что это. Да, я думаю, что это верхняя часть. Так, ну это надо собирать. И надо время на то, чтобы собрать. Давайте мы сейчас найдем цену, а в конце видео покажем, как это будет выглядеть. Выглядит эта лампа-полка вот так. И продается она на Амазоне, и стоит она 60 долларов. Я, кстати, видела в других магазинах, значительно дороже. Но мне кажется, что, конечно, качество ее вот это вот, такое все какое-то как бумажное. Тем не менее, мы ее себе оставим, так как у нас в спальне нету вообще мебели. А это будет и полочка, и светильник временно. А потом посмотрим, куда мы ее денем, да? Да. Я думаю, что визуально она будет выглядеть прикольно. Мы ее соберем и в конце видео покажем, как это будет выглядеть. Запишем сейчас 60 долларов. Еще одна огромная коробка, и там написано, что что-то бьющееся. И, судя по вот этой вот штуковине, пенопласта, или как его там назвать, здесь что-то стеклянное. Написано, что это набор. Большая коробка, тяжелая. Ой, елки-палки. И что? Мне они не нужны. Я уже вижу. 24 баночки. 24 баночки. Ты знаешь, папульчик, мы не будем их в Гудвел отвозить. Я думаю, что мы их дорого продадим. Или отдадим. Да. Короче, давай узнаем, сколько это стоит. Я не смогла цену найти, так как мы себе это не будем оставлять. Давай мы долларов за 20 попытаемся продать и поставим как 20 долларов. Хотя я думаю, что это стоит значительно дороже. Я думаю, что этот набор... Потому что здесь дополнительные крышки. Да, да и вообще, вот этот набор стоит, я думаю, что минимум 50-60 долларов. И эти крышки, мамульчик, цельные. Ты видишь? Эти разборные крышки. А эти цельные. Не, набор дорогой, я больше, чем уверена. Но мы долларов за 20 его продадим. Я думаю, что с рук уйдет легко. Поэтому если кто из наших зрителей хочет себе забрать, пожалуйста. Следующее. Здесь есть изображение. Но я не знаю, что это такое. Я Вове говорю. Давай возьмем, посмотрим, что это такое. Может быть, мне пригодится в хозяйстве. Какой-то клинер. Да, что ты? Когда ты мне такой говоришь? Я вообще первый раз коробку эту вижу. Да? Или я сама... Мне кажется, это ты сама с собой рассуждала. Сама с собой, да, наверное, рассуждала. И свалилась она меня. Я не знаю, что это. Для чего это? Он вообще юзанный, возможно, да? Да, сейчас посмотрим. Короче, что-то чистить. Написано Anti-Dust-Mite Cleaner. Ага, он использованный. Видимо, кто-то попробовал и сдал, да? Так, ну и что, мы будем его пробовать, нет? Тебе не нравится? У нас есть чистый этот самый фильтр. Просто мне непонятно, что им именно чистить. Это, наверное, мебель, знаешь, эту тканевую, да? Хит нагреваемый. Но это убивает. Видишь, написано здесь, убивает клещей. Всяких этих, не клещей, как... Ну да, постельных. Слушай, блин, он классный. Не, ну это не для пола, папульчик. Я думаю, что это для мебели. Вот это какая-то массажная штука. И он нагревается. Она как бы выбивает. Ага. И он, это, написано хит, его можно включать, он будет греть. Видите, я не знала, что вот это майт, это означает клещ. Это вот то, что в белье, в постели. И написано, пылевые клещи. Это именно очищает от клещей. Постель, постельное белье, мебель. И он нагревает. Они есть везде. Вот смотрите, точно такой в Walmart продается. И стоит он... Подождите, где-то цена была? Я видела цену. Да, чуть-чуть ниже. Вот это? Нет, это насадки. Я в это в поиске. А, автосток, сейчас я вам покажу из поиска. Вот, 132 доллара он стоит. Да, но он такой, он массивный. Какой он тяжеленный. Посмотри, по нём видно, что он такой качественный. Знаете, бывает технику берёшь, она лёгкая, хлюпкая, сейчас как будто развалится. А это видно, что добротного качества. Мы можем фильтр поменять и оставить его себе. Да. Так, ну и записываем 130 долларов, да? Уже записали. Уже записали. Ну и последняя коробочка. О! Вот это, мамульчик, я уже точно могу сказать. Банки. Никто ничего не распечатал. Да? Она весит 8,3 килограмма. Да, абсолютно не распечатанная. Один пись. Один пись. Вот тут не разрезанная, никем не была никогда, да? Ой, мне так уже интересно, что там такое тяжёлое. Мне кажется, это будет разочарование. Да, опять светильник, да? Нет. Полка ещё одна. Какая-то ещё одна полка. Мебель. Что-то у нас сегодня день мебели, да? Ещё один столик куда-нибудь, да? С учётом того, что у нас мало мебели, возможно, мы этому тоже будем рады. Особенно, если это по цвету совпадёт с фунтой. Будет комплект. Слушай, вообще всё запечатанное. Посмотрите. Навьё. Нам сегодня собирать и собирать попутчик будем с тобой сидеть, чтобы потом зрителям показать итог. Итого. Это, видимо, деревянная часть, да? Так. Слушай, ну это какой-то большой столик. Это тоже эндтейбл, да? А вот сейчас мне уже кажется, что здесь их два. Да? Потому что вот один комплект, вот второй. Навьё, навьё. Всё, ребят, смотрите, Вова впервые открывает. Мы потеряли в посылках, что-то такое взяли, чтобы ещё никто не открывал. Слушай, по-моему, по цвету подходит, Вов. Если подходит, то это будет везение. Чуть-чуть темнее, да? Но это даже больше подойдёт к нам наверх в этот фэмилирум. Так, ну что, я вижу, что их два. Да, всё-таки два думаешь, да? То есть две полочки здесь и здесь две полочки. Ага. Два столика. Это точно эндтейбл, это вот тут ставится. Это вот как раз уже два. Ну вообще. Мебели нахапали. Ну, по крайней мере, что-то новое, да? У нас мебель ещё не доставалась нам ни разу. И вот это, мамончик, по качеству... Намного лучше. ...значительно лучше, чем вот тот. Да? Это прям... Тяжёлая такая. Да, слушай, да. Качество совершенно другое. Качество материала классное. Наверху будет отлично у нас смотреться рядом с нашими коричневыми диванами, да? Собирается несложно. Угу. Но всё-таки не сейчас. Так, нам главное выяснить бренд и цену, чтобы зрителям сказать, а потом мы всё покажем. Так, мне пришлось вот этот бренд набирать, потому что... Ага, и всё-таки два. Да, да, два. Вот так они будут выглядеть. И это... У меня тут почему-то на испанском. Да, это тоже такие же столики, которые ставятся рядом с диваном. И стоит это недорого, 60 долларов за два штуки. Но так как, если учесть, что у нас ещё мало мебели, нам они пригодятся на первое время точно, а потом посмотрим, куда мы их денем. Они такие простенькие. Ну что, друзья, мы собрали четыре предмета, которые мы распаковали. Мне кажется, самый качественный всё-таки это вот это, да? Вот это прям такое тяжёлое, такое прям, мне кажется, не сломаешь ничем, добротное, да? Хорошая. И, ну, они не супер прям красивые, но если учесть, что у нас сейчас не хватает мебели, я думаю, что мы двум столикам точно найдём применение. Вот этот мне тоже очень нравится. И я его возьму к себе рядом с креслом работать. Здесь что-нибудь поставить кружку там. Вот это надо будет подсоединить к креслу. А здесь две USB-шки, от чего можно будет зарядки там, что-то ещё. Тоже, в принципе, неплохого качества вот этот столик, такой тоже крепкий. Ну, вот этот вот какой-то своеобразный очень. Я думаю, это чтобы класть листочки какие-то, что-то такое. Ну, чтобы не скатилось. Ручку положить листочкой. Да, и у нас наверху в фэмили руме, в принципе, вот эти тона подойдут очень. Вы видели у нас цвет мебели. А вот это, конечно, совсем жиденькое, да? Мы его даже до конца не стали собирать, потому что он должен быть на одно деление ещё выше. Вот так оставили. Пока оставим, пока у нас мебели нет. Ну, что-то вообще никакая. Хотя она тоже с USB-шкой здесь, вот с розеткой дополнительной. Но она какая-то совсем слабенькая. Скажем так, мы её себе оставим, пока у нас мебели нет. А потом, когда мы будем заполнять мебелью свой дом, естественно, мы куда-нибудь её денем. Но так, на первое время, она, конечно, очень плохого качества такая. Ну, в смысле, она красивая, да? Я не могу сказать, что она прям плохого качества. Но она какая-то вот прям не то. Да? Ну, короче, это... Пока нет мебели, мне кажется, нормально. Я даже знаю, куда я её поставлю. Так, мы с Вовой посчитали, улыбаемся, потому что такого ни разу у нас не было. Напоминаем, что мы потратили на всю вот эту вот закупку 120 долларов. И одна флейта стоила 130. То есть мы одной флейтой окупили всю покупку. Самый дешёвый айтем 20 долларов. А, ну мы за банки дали. Они на самом деле дороже. На самом деле они дороже, поэтому... Второе, самое дешёвое, это еда. Еда, да. Так, давай, объявляй общую сумму выгода до вычета 120 долларов. 2086 долларов за вот эти 20 айтемов. Минус 120 долларов, 1966. Практически мы их в два раза превысили. Мы банки неправильно посчитали, они дороже. Практически мы в два раза превысили нашу самую удачную распаковку предыдущую. Такого у нас ни разу не было. У нас реально всё очень дорогое сегодня попалось. Вообще крутяцко, очень крутяцко. Даже несмотря на то, что эти лампы идут у нас на склад, даже они какие-то вот крутые. Этот кран очень офигенско крут. Да. Ну что, друзья, я прям рада, очень рада. Это была очень необычная такая энергичная, такая быстренькая распаковочка. Надеюсь, вам было интересно, как и нам. Надеюсь, нам это будет полезно в нашей жизни. На этом у нас всё. Не забудьте поставить папе лайки и зафлейте. Он всё-таки там немножечко дуднул. Я же выдувал из себя воздух. На этом у нас всё. Всем всего доброго, друзья. Пока. Всем пока.